МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Оскар Кучера, я люблю, а главное, умею готовить и понимаю в русской кухне чуть больше остальных. Привет, меня зовут Глент, я из США. Я не знаю много о русском кузине, но я бы обязательно хотел попробовать. Я также планирую открыть свой русский ресторан в Майами. И это «Тейст оф Россия». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Taste of Russia is unique. It's not a cooking show. It's not a travel show. It's both, all in one. You may already know that more than 190 different nationalities live in the vast Russian Federation, each with their own unique histories and cultures. Every week we showcase the many varied regions of the world's biggest country. Our traveling companions are actor, presenter, and food writer, Oscar Kuchera, and his American friend, Glenn. Glenn wants to open a restaurant in the U.S. And he asked his Russian friend to teach him the most important secret of all, the secrets of authentic Russian cuisine. Glenn's biggest help is that he actually speaks pretty good Russian. Today, in Taste of Russia, our gastronauts will continue their journey through the Caucasian mineral waters and taste real Caucasian dishes. And today they'll learn what real Caucasian hospitality means and what's eaten with it. We're heading to Kabardino, Balkanya. Europe's highest mountain peak, the main Caucasian mountain range, mysterious canyons, crystal clear river water, flourishing plains, and towering snow peaks. These are all the most beautiful places in Kabardino, Balkanya. The lakes form a network of five karst reservoirs, one of which is thought to be the second deepest karst spring in the world and had a water-bearing cast mine with sheer walls. Друг мой, мой американский друг, ты мне всё время говоришь о том, что... Аккуратней. Ты удивляешься, что мы ходим друг к другу в гости, что мы друг друга угощаем там всевозможными вещами. Ты всё время говоришь о российском гостеприимстве. И сегодня я хочу тебе показать, что такое настоящее российское гостеприимство. Потому что мы находимся в удивительном регионе, где, наверное, одни из самых гостеприимных людей в России. Ты сегодня в этом сам убедишься. А почему мы здесь... Вот обрати внимание на это голубое озеро, которое находится в горах. Глубина у этого озера больше 280 метров. Серьёзно? Да, батискаф опустился на 280 метров, а дальше уже глубина пошла вбок куда-то туда, и они не смогли просто туда добраться. Глубина этого озера неизвестна, но явно, что больше 280 метров. И ты помнишь, мы в прошлый раз пили воду вот это сероводородом такое? Да, минеральную. Весь верхний слой этого озера – это сероводород. Здесь не водится рыба. Никакая? Нет. И это как раз вот та самая полезная, удивительная минеральная вода, которой славится Кабардино-Балкария. The fascinating sights of Кабардино-Балкария mean that this mountain region merits pretty serious attention, and the natural beauty of the area is comparable to the Swiss Alps. Смотри, какие замечательные вещи. Может, вот это если холодно, да? Ага. Сейчас в этом году лето в Москве не очень хорошее. Какую белую возьмем, да? Дети, я хочу поменять. Да, 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 вот как раз. Как вас зовут? Алюка. Алюка говорит как раз, что нужно наших гостей сфотографировать шапки. Ну, как мне? Посмотри на друзей. Друзья, вы же видите, да? Он, по-моему, прекрасен. Подожди. А это я вот. Не, мне вот это нравится. Вот с этим на озеро плавают? Чувствуешь бараном пахнет? Ламп. Это сбор, да? Это сбор, да? Щип. Щип. Чуп. Это лезгинка танцевала. Ну, как выглядит? Ну, выглядишь как... Могусовый, а в Америку? Да, можешь взять. Как раз зимой будешь ходить в Майами. Не, а можешь и летом. В торговых центрах. Давай снимаем, помешим. Ну, если захочешь, потом возьмешь себе обязательно. Это круто. Да. Такие игрушечки, видишь? Разные. Для диеток. Тут вот, знаешь, что это такое? Это... Для бани. Для бани. Совершенно верно. Ты же опытный человек. С легким паром написано. Знаешь, что это за выражение? Нет. С легким паром, это когда ты из бани выходишь, и тебе говорят с легким паром. То есть, значит, хорошо попарился, пожелали тебе здоровья. Это хорошо. Если я сделаю так. Я на вас смотрела, между прочим, между прочим. Ты же есть? Ммм. Это мое лицо. Ммм. А вы руки не бойтесь. Не отравитесь. Тащи, тащи. Все натуральное. Я вас угощаю. Это... Грецкий орех? Сок. Сливовый. Сливовый. Сливовый сок заваривается. Угу. И грецкий орех. Это здоровье. Да. Очень вкусно, кстати. Конечно, вкусно. Угу. А это я куплю. На бэк. А это другая. Прекрасно. Для оператора. Угощайка, он смотрит, слюнки облизывает. Держи. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вас все равно так не верю. Ты понимаешь, что такое гостеприимство? Чайки, чайки. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ничего, мы съедим сейчас все это быстро. Да, мы все съедим. Ой, как вкусно. Спасибо огромное. Спасибо большое. The Kabardins settled in what is now a modern republic in the 11th and 12th centuries. They occupied the steppe plain and the foothills. The Balkarians are local indigenous people. Their ancestors lived in the highlands of the Caucasus. Just like everywhere else in the Caucasus, hospitality is almost a cult. Any moment now, Glenn's going to understand exactly what it means for people to be really happy to see you. Glenn, я хочу тебя познакомить. Это мой друг, Магомед. Мага можно просто. Это Глен. Глен, мой друг из Америки. Хочет открыть в Америке, в Майами, свой русский ресторан. С русской. Ну, с российской, я бы сказал, едой. И вот мне интересно, собственно говоря, что мы можем почерпнуть здесь такого удивительного? И что вообще за место, в котором мы находимся? Ну, учитывая, что русская кухня никуда не денется без кавказской кухни в том числе, потому что мы все часть одной русской крупной цивилизации, в целом нашей российской нации. И особенно хочется научить вас нашему балкарскому гостеприимству, чтобы балкарские блюда в том числе были в твоем ресторане. Сейчас мы находимся в сирене Верхняя Балкария. Вот за нашей спиной это старинные села, которых, к сожалению, на сегодняшний день уже нет. Вот эти вот, да, я правильно понимаю? Это останки старых сел, да, башня 16 века, башня Аббарева. 16 века. Вау, вау. Уберево. Это красиво здесь. Что за река? Это река, черек, берет свое начало прямо вот здесь, чуть выше у ледника. У ледника вот здесь хребет, который мы видим, главный кавказский хребет. То есть вот тает ледник, да, и, соответственно, сходит ледниковая вода, представляешь? А мутная она сейчас, потому что песка много очень. Видишь, песок намывается. Камни друг от друга бьются, и много песка в нем. Ну, я предлагаю пройти на кухню, может быть, и уже попробовать нам своими руками сделать великолепное балкарское блюдо. Пожалуйста, проходим. Добрый день. Добрый. Здрасте. Ну, говорят, вы нам поможете. Здравствуйте. Это Глеб, меня зовут Аскар. Очень приятно. Да, Глеб не всегда понимает все по-русски, но, в общем, говорит это достаточно хорошо. Да, очень приятно. Итак, мы будем готовить сегодня. Будем сегодня готовить желбаур, национальности балкарских блюда. Желбаур. Желбаур. Для этого нам нужен печень, карачаевская порода, пленка жировая. Это жировая. Хурлюк? Нет, нет, это пленка. А, а как вы ее получаете? Это нам приходится разворачивать печень. Угу. А-а-а. Через, смотри. Накрывай, накрывайтесь. А где вы берете вот эту печень? У нас спасется барашка. Не, ну это срезается она или вы как-то ее делаете? Да, 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 там отдельно есть, внутри барашки есть пленка специально. И вот так нужно сделать? Да, да. Давай, вперед. Хорошо. А ну попробуй. Давай. Берешь. Берешь. Разворачиваешь. Так, это вот. Сюда кладем давай. Так. Ладно, не буду я тебе мешать. Да. Дорогой мой друг. Хорошо. Сам делай. Да, это сам делай. А что вы сюда, вот это? Это соль и перец. Соль и перец вместе, да? Да, да, да. Это на шампур, да, или это можно просто? Можно барбеки, можно шампур. Как вы делаете обычно? На шампур делаем. На шампур. А здесь, может быть, сделаешь салат сам? Мы тебе даже подсказывать не будем. Да. Используй все эти ингредиенты. Да. Окей? Ты же помнишь, что как делается? Ну да, ну вот эти кубики, да, вот такие. Ну, можно не кубиками, можно дольками. Вообще, обычно на Востоке делают, да? Нет, 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 нет. Пополам. Давай я первый тебе покажу. Да, я пополам, я пополам. Что, 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 что? Смотри. Первый ты делаешь вот так, выражаешь, да? Потом я тебе напоминаю. Да, да, я помню. Лежишь в руке. И сделаем крупными, да, наверное, крупными кусками по-восточному. Потому что европейцы, конечно, так обычно не делают. А на Востоке делают прям крупными. Все. Мы не будем делать половину здесь? Очень крупные такие, да? Нет, прям, да, вот так вот. Есть у нас миска какая-нибудь? Давай. Давай, так, я пока, наверное, порежу салат, а вы, не буду мешать, а вы на шампур насаживайте, это будет намного интереснее. Хорошо. Как давно известного такое блюдо? Как давно его готовят? Давно готовят. Давно? Да. Испокон веков? Да. Смотри, все. Все же следующее? Да, да, вот так. Да, вот так? Вот так и прожарим. Хорошо. Окей, мы это сделали, да? Да, да. А вот хотел спросить, вот, окей, помидор, огурец, что за травы здесь, вот какие травы пользуетесь? Здесь есть петрушка, здесь есть укроп, здесь тоже есть смешанные грибы, баклажаны, перец. Грибы, баклажаны, перец, хорошо, помидоры, помидоры есть. А вот это что здесь? Это боза. Боза, а что это такое? Тоже напиток болгарский. А, это болгарский напиток. Болгарский. А с чем оно сделано? Из чего? Из чего? Ячмень там. Это как, алкогольный напиток? Не, не, не. Нет, а что... Ну, как бы считается, да. А алкоголь? Да, чтобы расслабиться, да. Чтобы расслабиться? И мы будем это наливать, как марин... Нет, нет, это просто пить шашликом. А, будем пить это вместе? Прямо это пить? Ага. А ну попробуй. Ага, давай, попробуй. Слушай, мне нравится. Да, попробуй еще. Да, очень вкусно. Я сейчас тоже хочу попробовать, я никогда в жизни это не пил. Загадывай желание, для тебя это тоже впервые. Мне тут нравится, был карри. Смотри, какой красивый вид у нас с эскаром. Да, слушай, я никогда в жизни вот в таком месте не готовил. Это пить, как кефир, как йогурт, но с алкоголем. Но это действительно вкусно. Смотри, как ты пить, но это как пробиотик, это же самое, что очень странно. Это первый в твоей жизни полезный алкоголь. Я правильно понимаю? Да, я попробую тоже хочу. Смотри, как йогурт, но с алкоголем. Нет? Нет? Ты не чувствуешь? Нет. 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 Это вкусно? Нет. Если он много выпьет, я так понимаю, захмереешь, да? Будь немножко пьяный. Окей. Слушай, Носкар, the sun is going down. Yeah, it's going down. So we're going to leave and go to Mangal. And we're going to go... Yeah, take the meat and go to Mangal. We're going to go cook. Okay, you hang out here. I will finish with the salad and come to you. Okay. Okay. Have a good time, man. Thank you. You too. Enjoy the view. Ага. Глент, вообще, конечно, веселюсь я. Если честно, такое, отречь помидор. Не так. Не так. Ну ладно, ничего страшного. Я надеюсь, что наши телезрители уже после такого количества просмотров наших шоу научатся резать помидоры 100% лучше, чем это делает Глент в сегодняшний момент. Хотя я хочу сказать, что Глент молодец. Он прогрессирует очень сильно, и у него получается. И это приятно. Я очень люблю делать салаты. Я думаю, что мы последний огурчик тоже сюда добавим. Ну что, ребята, я приготовил шашлыки. Ну, если честно, я вообще в восторге. Да? Ну, салат я сделал, да? Нет, салат я сделал, да. Ну, салат не сложно сделать, а шашлык приготовить, пожарить так, чтобы он не подгорел. А я смотрю, что он не подгорел. Вроде да. Ох, красота. А это ты сам сделал? Да, сам сделал. Да, руками своими, но нельзя все сделать. Ну, я хочу попробовать уже. Я предлагаю взять просто бока за рога, как говорится. Да. Вот можно как в фильме просто вот так вот, да, взять и с шампура прям съесть. Это... Ну, хорошо. Хорошо. Это шашлык из горного барашка. А это уже то, что ты раз приготовил своими руками. Жаубаур. Вкусно? Очень. Очень. Весь секрет балкарской кухни исключительно в ингредиентах. То, что все натуральное, все свежее. И самое главное, когда касается дела, особенно мяса, что все это молодое мясо. И из тех баранов, из тех бычков, которые растут только вот здесь, в альпийских лугах. Это очень вкусно. Можно дальше ничего не делать, да? Голодно. Ну, мы можем закончить съемку просто и давайте всех поедим, а? Ну, то мне неудобно. Мы стоим такие. Но мы действительно долго ехали, мы долго ждали. Мы готовили, это жарилось, и все, конечно. Ну, дорогие друзья, как вам? Потрясающе. Очень вкусно. Просто очень вкусно. Ну, я думаю, что если вы едой остались довольны, еще до заката и до наступления темноты время есть, я предлагаю дальше ехать в соседние ущелья, потому что балкарское гостеприимство нужно испытать со всех сторон. И пройти дальше еще несколько испытаний, как на желудок, съев новые блюда, так и, я думаю, нашему американскому брату нужно показать какие-нибудь приемы балкарских дел домашних. Давай. Как вы на это смотрите? Ты как? Да, давай. Ну что, поехали тогда? Поехали. Поехали. Погнали. Только я с собой кусочек мяса возьму. Да, я тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Оскар, меня зовут. Глен, мой друг из Америки, нам Мага сказал, что мы... I'm glad to see you. Oh, nice to meet you. You speak English? Yes. Yeah, you can speak English between you. But I think so that Мага says that you can teach him. Yes. To make this. I can teach you. Yeah? Okay. Okay. I believe you guys. How to make hay? How to make hay? What do you mean? To make hay with this? You mean to cut hay? I mean, yeah. Yeah. Ребят, я вас оставлю, ладно, а вы уже сами тут. Еще не want to leave me ask. Посмотри, единственное, что посмотреть, перед тобой поле, надо немножко хотя бы скосить. Okay? Хорошо, но сначала научиться. Оставляю вас. Okay. All right, so what do I do? Что я делаю? It's my tool. Okay. This is your tool. Okay. Это коса. Ага, коса. That's what this is called? Это хороший инструмент. Хороший инструмент. Okay. It's like the Grim Reaper, you know, the guy from HeVox. Сейчас, сперва, мы должны подготовить, надо отбить. Вот такой у меня инструмент есть, на котором я отбиваю его, делаю еще острее. Ага, окей. Вот. Можете мне показать? Да, я могу вам показать, как это делается. Угу. Вот мы берем его так, и вот с этого места начинаем тихонечку отбивать. О, вау. Делаем. А коса становится острее. И косить намного легче. Ага, окей. А что это? А это просто... Да, точить. Это точила. Окей. Вот мы его отбили. Окей. Теперь вот становимся в сторону, становимся с этой стороны. Берем косу. Угу. Четырьмя пальцами с этой стороны, большим с другой. И начинаем точить. Угу. Окей. Каждым разом я его пропускаю ниже и ниже. Все, коса готова. Коса готова, да? Да. Окей. Хочешь попробовать? Ну, давайте попробуем. Так. Очень осторожно, потому что коса острая. Нет. Ты, нет, берешь правую руку. Да. Левой рукой. Сюда. Да. Верно? Нет, нет, тише, ты осторожно. Вот так, чтобы рука никак не достала до косы. С этой стороны полностью, а с другой стороны надо приложить, вот так. Угу. Окей. Вот сюда. Да. Скрейп. И... Ага. Вот так, тише. С другой стороны, вот так. Угу. Положи полностью, вот так. Вот так. Осторожно. Ага. Еще раз. Угу. Угу. Для этого намок нужен. Да. Осторожно. Я смотрю. Окей? Да, вот. Окей. Близко, но... Близко, окей. Для первого раза это нормально. До первого раза так. Интересно, как этот процесс будет сейчас, вот. Да. Как что мы будем с этим делать? Начинаем косить. О, это... Это... О, это... О, это... О, это... О, это... Ловень, ловень, ловень. Окей. Дверь, ты хочешь? Окей. Дверь, ты хочешь? Нужна тебе помощь еще. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Я подготовил. Как у вас тут дела? Да? Я не знаю. Это... Сейчас я подскажу. А, не получается у него, да? Нет, пока. Сейчас. Вот. Ага. Можно попробовать? Положить, да. Конечно. Мне интересно. Я когда-то в детстве это делал. Я думаю, у тебя получится. Я очень на это надеюсь, да. Тут самое главное – не поднимать. Правильно? Да, до конца надо поводить. Не-не-не. Оскар играет в хоккей. Ну, как-то так, короче. Ну, да. Вот мы один ряд подготовили. Уже коса, наверное, стала... Тупой. Да. Надо его снова точить. Спасибо огромное. Я думаю, сейчас давайте мы заставим все это его собрать. Собрать. Ксена. А мы пока пойдем с вами посидим, чаю попьем. Так и сделаем. Ну, пусть тренируется, правильно? Да. Ну, давай, я потренируюсь. Кстати, мне нужна зарядка сейчас. Да. Я потренируюсь. Набрал немножко? Да, набрал, да. Ну, хорошо, ладно. Ну, ты молодец. Ну, кулинарная программа, конечно, все-таки. Ну, расскажите, пожалуйста, каким образом готовится сыр? Это молоко обычное? Это обычное коровье молоко. Общу горячее. Парное, потому что вот подоили мы ее. А, только что подоили? Вот она дуинная, да. Вот это очень вкусно. И у нас вот эта закваска делается, ну, как, желудок коровы, когда режут. Вот сычугой? Да. Так, на 10 литров молока. На 10 литров молока, значит, мы наливаем. Закваску? Ага, закваску вот наливаем ее сюда. И мы ее вот так перемешиваем. Можно поучаствовать, помешать? Конечно, помешайте, пожалуйста. Потом скажу, что я тоже сыр делаю. Ну, конечно, могу, чтобы быстро это, а так, вот так. А мы увидим сейчас вот, как оно поднимется что-то там или что, да? Да, должны увидеть. Неинтересно так. Она уже густеет. Она сейчас густая у нас будет. Вот она уже у нас сирнула. Вот видите, она уже сирнула. Ох ты, ничего себе. Так. И теперь мы это должны все отжать, да, получается? Вот это мы должны, конечно, отжать, чтобы такие не получились у нас. Они плохо будут. Вот так мы делаем ее, вот так делаем. Вот так. И у нас получается вот такой сыр. Вот этот сыр теперь немножко сядет. С двумя руками вот так делаете. И что там вы делаете с ним? А вот вы начинаете и давите сюда вот так. Просто задавливаете? Ага, задавливаете, да, вместе. Ой, какой тёпкий. Вот задавливаете. Прямо до дна? Да. Вот так, вот не сильно, вот так. И вы ее собираете вот так. А теперь вот так. Вот так возьмите. Вот так берете этот сыр. Вот вы уже собрали ее фактически. Вот. Мы этот сыр собрали. Вы, значит, надавливаем. Вот видите, как она это. А потом вот так переверните ее. Вот так переворачиваете вот этот сыр. И опять ее ложите сюда. Вот. А, вот он почему такой. Когда я его покупаю в магазине. Я понял, посмотрите. Вот такая, он же всегда такой. Это значит, просто от этих штучек. Да, вот опять вот надавливаете. Вот так надавили этот сыр. Смотрите, из него выходит как-то. Homemade cheese is often added to traditional pancakes called хичими. The work is done and now it's time for the table. And the whole family gathers to eat. Друзья, во-первых, я хочу вам сказать огромнейшее спасибо за то, что вы нас пригласили. За то, что мы оказались за этим потрясающим столом. Это не тост сейчас. Я просто хочу, потому что выпивать мы будем отдельно, как говорится. Сейчас я просто действительно хочу вам сказать спасибо. Я думаю, что, Гленн, ты на примере этих прекрасных людей смог убедиться в том, что кавказское гостеприимство – это не просто слова. Это действительно так и есть. Посмотри, какой стол, вспомни все, что мы делали сегодня. И мне кажется, удовольствие получено стопроцентно. Я надеюсь и нами, уверен в этом, и надеюсь, телезрители, которые все это смотрели. Это вообще просто потрясающе. Посмотрите, сколько еды. Очень такая гостеприимность. Даже неожиданно просто было. И самое главное – радушие, доброта, которая от вас исходит. Мы очень-очень за это благодарны. Очень хочется приступить по этому поводу. Просто скажу вам, друзья, вы можете легко нас найти в интернете, например, в Инстаграме. Или в Фейсбук. Ну и самое главное – помните, что это... Тейст оф Раша. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok